МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Люди при получении первого паспорта уже становятся полноценными гражданами нашей Российской Федерации. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Юные анапчане получили свой первый документ гражданин России. Сохраняются остаточные явления того циклона, который прошел у нас ночью. Ситуация под контролем. Как городские службы ликвидировали последствия урагана и какая погода нас ждет в декабре. Важно понимать, что непосредственному предоставлению предшествует очень большая работа. Исполнение указа президента. Более 200 земельных участков получат многодетные семьи в следующем году. Конституции России сегодня исполняется 25 лет. Принят основной закон нашей страны был 12 декабря 1993 года. Теперь эта дата ежегодно отмечается как государственный праздник. Сегодня в городском театре ученики анапских школ представили лучшие работы муниципального конкурса «Конституция России. Новое время. Взгляд поколения Z». В жюри, который возглавил анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, также вошли председатель муниципального совета Леонид Кочетов, заместитель главы курорта Роман Дикий, начальник управления образования Екатерина Боровская. Все участники мероприятия отметили важность этой даты. Я хотел бы, прежде всего, всех поздравить с праздником, действительно, 25 лет, четверть века. Это основа, в соответствии которой строится все законодательство нашей Российской Федерации. Конституция – это действительно, ну, дело, прежде всего, разворот в обществе, потому что совершенно другие нормы стали, другие определены ценности, по которым сегодня и живет, и продолжает строиться наше общество. Повар, по которому мы сегодня собрались, довольно значен. В Конституции, в первую очередь, есть права гражданина Российской Федерации, которые закрепляют, но в то же время есть и обязанности, которые необходимо неукосновательно соблюдать. На уровне муниципалитета есть нормативные права, главы муниципального образования, которые регулируют деятельность различных направлений, управлений, служб, ведомств. Ну и вообще, начиная, может быть, от простых таких вещей, об обеспеченности жильем, например, детей, северных, многодетных семей. Есть нормативные правы, которые регулируют на уровне муниципалитета первоочередность зачисления в детские сады. И куча-куча таких вот документов, которые мы принимаем и обновляем в течение года. И понятное дело, что все они проходят правовую экспертизу для того, чтобы мы понимали, что никаких оберегов мы не допускаем. Школьники Анапы подготовили мультимедийные презентации, в которых рассказали об истории создания Конституции и изменениях, которые вносились в документ, а также о тех, кто стоял у истоков становления конституционного права современной России. Также ребята провели и социологические исследования среди учеников своих школ, выяснили, на каком уровне находится правовая грамотность старшеклассников. Такие конкурсы, и в этом сошлись все эксперты, позволяют современным школьникам узнать об истории создания российской государственности и праве гораздо больше, чем предполагает школьная программа. Я хотел бы всех отметить, все молодцы, все работали, и видно, что очень хороший, мы прошли предварительный отбор, спасибо вам за муниципалитету и Роману Андреевичу, и председателю нашего совета депутатов, да, Леониду Ивановичу. Хотел бы поблагодарить всех присутствующих, всех, кто организовал это мероприятие. По предложению председателя жюри, подобные конкурсы теперь будут проходить на регулярной основе, а сегодня все участники мероприятия, представившие свои проекты, были награждены ценными подарками и призами. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В честь Дня Конституции в Анапском филиале Московского педуниверситета студенты организовали торжественное мероприятие, рассказав гостям и однокурсникам историю праздника. Конституция России – фундамент государственности. Она была принята в 1993 году. За два десятилетия в документ вносили поправки, однако главное осталось неизменным. Основной обязанностью государства признается соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Очень значимый день для нашего государства, день 20-летия образования нашей Конституции, нашей страны. И, конечно, все должны об этом знать. Особенно знать это должны наши юные поколения, наши молодежи. Она хорошая, она знает и изучает эти законы, но она должна знать и гордиться своей страной, и должно у каждого из нас добыть чувство патриотизма. Если вдуматься, то 25 лет назад приняли на всеобщем референдуме закон, по которому мы живем и сегодня. И Конституция прописывает наши права, обязанности, территориальное обустройство. Чтобы помочь вспомнить гостям праздника все права и обязанности, студенты одного из направлений подготовили тематическую викторину. К примеру, какое право нарушила злая мачеха, не пустив золушку на пол. Такие интересные вопросы в игровой форме составили учащиеся вузы. Государственное муниципальное управление – направление, которое пользуется интересом и популярностью у молодежи, потому что активная, развитая молодежь стремится изменить к лучшему нашу страну, стремится делать жить еще лучше. И для этого надо качественное, хорошее образование. Сейчас на факультете обучается порядка 400 человек. Прогрессивные и активные студенты принимают участие в большинстве городских мероприятий, участвуют в краевых и всероссийских конкурсах. В конце праздника победители викторины гостей ждали приятные сюрпризы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Сегодня юные Анапчини получили свой первый документ гражданина России. Вручение паспортов было приурочено к государственному празднику – дню принятия Конституции. Анастасия учится в гимназии Эврика. По словам школьницы, она задумывается о летней подработке, чтобы не просить деньги на карманные расходы у родителей. С паспортом она сможет официально устроиться на неполный рабочий день. Я очень рада, но Грометова – это огромная ответственность. То есть я становлюсь старше, и надо развиваться далее, чтобы не разочаровывать свою семью и Россию. В этом году в День Конституции Российской Федерации паспорта получили 12 анапчан. Перед торжественным моментом – напутствие от почетных гостей. Это очень, считаю, необходимое мероприятие для воспитания наших детей. 14-летних уже люди при получении первого паспорта уже становятся полноценными гражданами нашей Российской Федерации и уже начинают мыслить совершенно по-другому. Вручение именно паспорта, самого важного и основного документа человека, это должно быть торжественно в любом случае, человек должен понимать, что этот документ на всю жизнь, что он является гражданином своей страны, гражданином Российской Федерации, и этому мероприятию нужно, конечно же, придать торжественность. Торжественное вручение паспортов проходит каждый месяц. Мероприятие, как правило, приурочено к государственным праздникам. В этом году свой первый документ гражданина России получили более 2000 анапчан. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. Сегодня 79 операторов научных род завершили срочную службу в технополисе Эра. Солдаты прибыли в Анапу со всей страны, чтобы сделать свой вклад в инновационные разработки технополиса. Это первые выпускники наукограда. За это время операторами были оформлены два патента на изобретение. Разработано одно рационализаторское предложение. Поданы три заявки на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Опубликовано более 100 статей в научных журналах и сборниках. На торжественной церемонии увольнения в запас командиры и научные руководители сказали ребятам напутственные слова и поблагодарили за добросовестное выполнение обязанностей. 37 операторов планируют продолжить военную службу в технополисе Эра. Прогноз по резкому ухудшению погоды в Анапе оправдался. Поры ветра минувшей ночью достигали 28 метров в секунду, а буквально за два часа выпало 20 миллиметров осадков. По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения, все службы курорта о непогоде были предупреждены заранее и переведены в усиленный режим работы. Если в дежурном режиме у нас находится одна-две бригады районных сетей, то в середине ночи удалось привлечь уже 9 бригад районных сетей, которые практически к 6 утра все высоковольтные линии восстановили. Порядка 25-30% территорий были подвержены именно где произошли разрушения. В первую очередь это объекты энергетики, под отключением выпали в том числе большое количество социально значимых объектов и объектов коммунальных слов. Также слаженную работу хочу отметить глав сельских округов. В лучшую сторону хочу отметить это глав субсекского сельского округа и Гостогаевского сельского округа, где своевременно поступали заявки, главы находились на месте, осуществляя контроль за престарелыми людьми. По прогнозам, сейчас уже погода у нас улучшается, но сохраняются остаточные явления того циклона, который прошел у нас ночью. К вечеру возможны в короткие часы усиление ветра и возможны осадки. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Анапы проверить еще раз закрепление предметов, особенно на лоджиях, есть ли мало используемые помещения, чтобы они все были закрыты, закрыты двери, окна. Проверить на сегодняшний день, есть ли повреждения крови. Ну и дымоходы, особенно печное отопление, там где используется в банях, летних кухнях, ну и домовладения, которые давние постройки. Какие еще сюрпризы преподнесет нам декабрь? На что еще способен первый месяц зимы и увидит ли жители Анапы новогодний снег? Мы узнали у главного синоптика края. Сейчас проходит холодный фронтальный раздел, на котором у нас будут осадки. Некоторое понижение температуры, значение температуры понизится, будут в районе 2-7 градусов по Черноморскому побережью, в том числе и в Анапе. И осадки будут достаточно пасмурно. В третьей декаде ожидаем все-таки, что зайдет достаточно серьезный холодок на территорию края и возможно понижение температуры до нулевых, а даже возможно и небольших отрицательных значений, в том числе и в Анапе. В этот период возможно выпадение осадка в виде снега, но, к сожалению, долго он не продержится, буквально один-два дня. А так температурный фон все-таки будет близок к климатической норме. Дневные температуры будут порядка 7-12 градусов, ночные температуры будут 2-7 где-то в этих пределах. Более 200 земельных участков в следующем году предоставят многодетным семьям. Эти цифры были озвучены на краевом селекторном совещании. Глава Анапа поставил задачу подойти к этому вопросу внимательно. Участки были выбраны в нескольких сельских округах. Пока здесь ведутся археологические изыскания. После проведения всех необходимых процедур приступят к оформлению и передаче многодетным семьям. О результатах работы доложили на краевом совещании. Важно понимать, что непосредственному предоставлению предшествует очень большая работа. Это и формирование земельных участков, утверждение схемы, проведение обязательно археологических изысканий, и включение в государственную программу на обеспечение участков инженерной инфраструктурой. Сейчас в работе находятся 230 участков. Хутори Утаж, селе Супсех, поселки Виноградном и хутори Чекон. Их планируется передать многодетным семьям уже в следующем году. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру. По специальным сниженным ценам не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова